Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты! Сколь жесток сатана! Он раздевает человека и бросает на посмешище! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным! Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, честь и поклонение! За призыв Твой покаянию! И Ты не именяешь человеку прежних грехов! И если он приносит покаяние! Будь милостив к нам, Вадыка! Исцели души наши, ибо они смертельно больные, И сранены врагом душ человеческих! Ты говоришь, что дьявол сошел к небу, Как рыкающий лев, ища кого поглотить! Слава Тебе, наш Господь! Ты поразивший дьявола, и дарующий свободу человеку, Чтобы он правильно воспользовался ею! Аллилуйя! Свет Твой да сияет нас, и радость Твоя от благовестия о жертве Твоей докоснется многих сердец! И найди новые души! Открой им истину Твою! Только Ты это можешь сделать! И кому Ты откроешь, никто не закроет! А кому закроешь, никто не откроет! Как несчастен человек, который не верует в Тебя! Он одинок, слаб, заброшен! Он отчаивается каждую минуту! Он ропщет и не находит мира! Мир даешь Ты! И приветствие мира да будет на наших устах! И, входя в дом, говорите, мир дому сему! Если там есть щадо мира, то мир почиит на них! А если нет мира, то мир возвратится к Вам! И где Вас не примут, отрясите прах от ног Ваших! Да будет от им восвидетельство в судный день, что к ним приходили благовестники! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Благодарим Тебя, наш Господь! Славим Твое всемогущество! Будь милостив к нам, Господи! Прости, помилуй и благослови! Аллилуйя! Дай людям веру в Тебя, что Ты умер за их грехи и ждешь человека с покаянием, как блудного, заблудшего! Некогда Твой Сын, растащив имение, голодая, вернулся к Тебе, и Ты, Господи, устроил пишество по Его случаю! Ты говоришь, Сын Мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся! Аллилуйя! Ваши скрежут зубов! А откроем истину Твою, Господи, и любовь Твою! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Ибо приходящий к Богу должен веровать, и верою исцелиться! Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом! Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, иже везде, Сыне, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю! Приди и вселись в нас, и очисти нас от всяких скверных, и спаси благие души наши! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному, создав меня, Господи, помилуй меня! Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! У вас вопрос, может, какой есть? Не, ну, есть, а зачем вы это все читали? Ну, мы должны возвестить людям путь спасения во Христе, что Иисус умер за грехи людей. Некоторые не знают об этом. Нас Господь благословил, это место очень нехорошее, здесь люди творят всякий грех, вот эта чатрулетка, и поэтому людям надо рассказать, чтобы они знали, перед Богом все это по-другому выглядеть будет, чем здесь на земле. Мы все воскреснем из мертвых. Смерти нет, есть только переход со одной жизнью в другую. А одни будут вечно со Христом в радости, а другие вечно мущатся. И вот сегодня надо определиться, на куда ты упадешь, налево или направо. Господь, говорит, я предложил тебе смерть и жизнь, благословение и проклятие, но добавляет, зачем вам умирать неразумно, избери жизнь. А жизнь – это Христос, это радость молитвы, служение Ему. У человека это всегда уверенность, что бы ни случилось, с ним Господь, он не одинок. Вот в церкви сегодня православной можно достать Евангелие, вот эта неделя Масленица, следующая – 7 недель Великого Поста. У верующих это все расписано, а у неверующих ничего нету, они живут тут, просто жуют и все. Поэтому, если у вас есть Храм Божий, сходите в Храм, уверуйте. И Господь да благословит вас. Это место, где вы находитесь, это очень опасно. Тут разные люди, голые, что попало творят, они не боятся греха. Вы глаза закройте, не смотрите. Вы лучше зайдите на Доброе, где, что говорится о спасении, о Христе. Есть христианские сайты, христианские в Утубе каналы. Вот у нас есть канал наш, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». И вы там многое найдете. Я был начальник 45 лет детского лагеря. Вы увидите, как там дети отдыхали, как молились, как плавают на лодках, на лошадях. Это Господь дает такую милость. Спасибо. Если у вас есть Евангелие, то по Евангелию могут быть вопросы. Нет, нет вопросов. Нету, да? В воскресную-то школу не ходили никогда? Нет, не знаете. Нет, не знаю. Ну, знаете одно, что Господь сотворил мир. То, что мы видим в мире, это сотворено Богом. Количество, сколько тысяч растений, деревьев, животных, птиц, насекомых, рыб. Это все Господь сотворил, Господь Бог. Чтобы человек радовался, живя на этой земле. А человек без Бога, он все губит. Везде там химические вещества выливают, природа засыхает в природе, все пропадает. Человек неверующий, а человек хозяин должен быть. Беречь воду, этот главный минерал в нашей жизни. Мы много ее тратим зря. Вот был такой правитель, Горбачев, и он говорит, что мы тратим пресной воды на себя больше нормы в 70 раз. Вот как. А есть люди, которые ценят каждую каплю. Вот я считал, африканское племя, они берут кувшины, глиняные, женщины, в потемках утром, и идут к озеру. А там приходят слоны, львы, жирафы, напиться. Вода мутная бывает. А они почерпнут, и к вечеру только вернутся домой. И вот этот один горшок, кувшин, на всю семью. А на завтра опять идти надо ей, километров 20. А у нас все это есть. Нам нужно Бога благодарить, беречь эту землю, радоваться. Если вы вот зайдете, у нас называется «Во свете Библии» YouTube. «Во свете Библии». Запишите себе, и вы найдете там по скайпу, меня найдете, меня зовут Лапкин Игнатий. Запишите где-то. Вы придите со взрослыми. Лапкин Игнатий. Вот. У нас очень большие ресурсы. В моем мире. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Если добавите слово «сайт», это в сайт зайдете «Во свете Библии». Там фильмы про нас поставлены. Мы строим православную деревню, где никто не ругается. Учителя верующие. Все по-другому. Это можно в наше время уже жить так. Вы можете с кем-то старшим даже по скайпу зайти ко мне. По скайпу. Запишите Игнатий Лапкин. А потом в скайп зайдите. И дайте понять, что вы уже виделись. Внизу напишите, чтобы я вас принял. Там можем много скинуть наши данные на наши ресурсы. У нас в моем мире 22 тысячи фотографий. Так это там жизнь настоящая идет. Как богослужения идут. Как собрания идут. Дети играют. Вот у нас горка сделана специально. Все это чинно и мирно. С Богом. Но как вопросы будут, вы заходите в гости. Мы вас примем. С радостью. Все с Богом. Все с Богом. До свидания. До свидания.